чего ты сколешь чего ты сколешь мой ребенок друзья у меня сегодня очень на добрый милый уникальный выпуск про очень редкую аутентичную и мало кому известную породу испанской водяная собака яхмин базив заводчик ветеринар в этом выпуске расскажу про особенности содержания испанской водяной вы узнаете что такое дреда почему их не застричь и как нужно их распутывать вообще все плюсы и минусы содержания это уникальная порода так что поехали меня сегодня в гостях выпуске привет ахмед необычные собаки это представители одной из самых редких пород в мире испанские водяные и их заводчица марина федорова из города псков сегодня нам расскажет много интересного про эту уникальную породу кто не знает еще есть португальские водяные но не отличаются немножко от испанских а вот это испанские водяные это стеша мама вот этого красавца который рядом сидит стеша подстрижена и кстати мы об этом тоже поговорим а красавец ее сын в естественной шерсти они ведь такие собаки курчава шерстная порода такая затем вот такие маленькие дреды у них так что все сегодня интересное про дреды про испанских водяных марина нам расскажет марина ну поделитесь вообще история породы кто они откуда они и почему именно испанские водяные испанская водяная значит родина ее испания это старая аборигенная порода почему водяные потому что эти собаки восьмая породная группа как у нас все собаки разделены по группам собаки именно водяные эти собаки прекрасно справлялись со своей работой они помогали морякам доставать сети поэтому эти собаки прекрасные пловцы они умеют нырять доставать сети но этому всем надо учить и очень прекрасно задерживают дыхание до 4 7 секунд молодцы да но это все естественно происходит в естественной среде и в океане где прозрачная вода поэтому очень хорошо обучаемые очень умные редкие испанцы их еще используют скот они у них пасут и как бы очень большое применение они очень очень умные судя по их зубами так понимаю что они хорошие сторожа наверно да они очень бдительные они очень бдительные и они сначала не доверчивы к людям пока вот не подружат да кстати я заметил потому что когда мы начинали снимать с те шоу ко мне очень так относилась очень так с опаской а теперь видите прям любимая собака марин скажите вот про историю мы поняли но в целом порода почему нет не настолько популярна в нашей стране уже она же очень необычная внешность у нее сейчас уже в россии появились питомники и представители этой породы и в рингах достаточно уже в породных рингах представителей породы но она и как-то и в испании в испании их много в испании их много да да она популярная их много и они как бы у них но это рабочая собака у них это больше рабочая собака дорогая считается порода потому что мне кажется внешний вид ее обязывает быть не бюджетный вариант на сегодня как бы есть разного и разные ценовые предложения данной собаки но если эта собака породная то она не дешевая то есть это не дешевая на сегодня порода и их их реально в россии немного сколько их вообще количество в стране в нашей потому что я их очень редко вижу на выставках я думаю что где-нибудь популяция ну не больше 60 поэтому порода реально редкая и очень видите имеет необычный внешний вид марин расскажите про эти дреды потому что я так понимаю стеша стрижена стеша бритая эта порода не стрижется они бреются забреваются то есть по стандарту эта собака может быть побрита и шерсть у нее должна быть одной длины по всему корпусу то есть соответственно ну если это как домашний любимец в принципе но и как грумера и все все-таки мы запородный груминг собаки она была побрита три месяца назад связи с тем что она ушла в декретный отпуск у нее родились деточки так со временем шерстка растет и заворачивается вот в такой вот завиток как шнур дред кстати это одна из немногих пород которых не надо расчесывать их нужно разбирать разбирать эти дреда вот видите как она закручивается они сами закручиваются вот ну как нитки шерстяные вот сама шерстка так закручивать я так понимаю что и не линяют нет не линяют но зимой постуку поскольку собаки эти они очень веселые абсолютно стрессоустойчивы и очень здоровые по здоровью то есть принципе особо никаких проблем не возникают они очень активные поэтому большую часть времени они проводят на улице конечно в испании небольшой подшерсток в россии у них у нас образуется потому что зимой они тоже все время на улице ну потому что нас холодно обогреть себя приходится отращивать растительность да да небольшую да но это так это все нет они не линяют а есть какие-то особенности содержания этой породы чтобы вот зрители которые посмотрели сегодняшний выпуск могли понимать нужно им заводить такую собаку такой породы или нет это очень активная собака правда то есть это активная собака и очень умная собака которая требует достаточного выгула и собакой ты надо заниматься особенно когда ведет в щенке все думают что это миними иногда у меня думать что это лабродудель спрашивает метис чего так как у меня еще есть лабрадоры ничего это ни метис это нормальная собака серьезная и умная но вы понимаете это рабочая собака которая в Испании. Прыгают высоко, бегают очень быстро. Бордыров, конечно, с борзыми не бегут и как бы, да, десятую группу, но достаточно быстро. Они очень выносливые. А какие вы можете сказать особенности и содержания, и вот выбора, если люди захотят себе приобрести? Я думаю, я считаю, даже не думаю, я считаю, что щенка этой породы надо забирать в семью достаточно рано для того, чтобы он удачно прошел социализацию. Это очень важно. Это очень важно. Тем более у этой породы и в стандарте написаны, и вообще, в принципе, мы все знаем, что она насторожена к людям. Поэтому ранняя социализация всегда очень важна для любого щенка. А для собаки такой породы, естественно, однозначно. Насторожена она может быть агрессивна или просто как-то вот недоверчива? Нет, она недоверчива к людям, пока не познакомится. Вот смотрите, 10 минут назад была другая история, да, у нас абсолютно. Поэтому все, вы ее лучший друг, особенно у вас есть шишка. Если я правильно понимаю, про шерсть вы нам сказали, надо специально разрывать эти дреды. Да, разбирать, да. Разбирать, чтобы не было колтунов. Ну, не колтунов, чтобы вот до кожи просто вот и все. А в плане другого ухода что-то они требуют к себе? Мыть. Феном не сушится. Ну, вернее, это не разбирается. Я, кстати, слышала, что надо их мыть достаточно редко, потому что... Да. Нет, есть кто их моет практически постоянно, очень часто, когда собаки спят в кровати. Ну, вы понимаете, что эта шерсть как бы принесет в кровать песок, и будет у вас большая песочница. А вот... Ну, песок приносят, но не больше, чем остальные, если честно. Елки-палки тоже. Вот удивительно, несмотря на то, что вот такая вот шерсть, то есть ни елки, ни палки, ни песок не больше, чем, например, в моем лабрадоре собираются. Это вот однозначно. Ну, кроме вот этой уникальной шерсти, в чем заключается еще уникальность этой породы? Уникальность? Они редкие, они очень умные. А я считаю, что у них глаза... Все говорят, что они не похожи на собачьи. То есть в щенячьем возрасте у них, когда они малыши, в возрасте двух-трех недель, у них, как открывают они глаза, и глаза у них становятся голубые-голубые, как я говорю, цвета Лигурийского моря. Мне удалось побывать в Испании, в Генуе, который умывается прекрасным Лигурийским морем, и вот глаза этих собак напоминают исключительно вот воду этого моря. У них два окраса или несколько? А окрасы у них коричневые, шоколадные, они бывают пятнистые, бело-черные, черно-белые, коричнево-белые, белые, то есть пятна допускаются. Да, не допускается подпал. Ни в коем случае. Нет, подпал, на сегодня подпал прописан дисквалифицирующим пороком в стандарте. А раньше этого не было? Нет, было. Просто сейчас в Испании на согласовании как раз-таки насчет подпала. То есть примут, не примут, но это уже давно. На сегодня в России и в системе ФЦИ это все-таки считается браком. Там прописано. Марина, скажите, для людей, которые посмотрят этот выпуск и захотят приобрести испанскую водяную, какие-то советы по выбору щенка этой породы? На что нужно обращать внимание в первый раз, когда приедут к заводчику выбирать себе щенка? Ну, вообще, при выборе породы, я всегда говорю, самое главное, чтобы вы характерами сошлись с собакой. Если вы человек, который большее время проводите на диване, то я думаю, что вам испанская водяная, хотя она тоже будет рядом лежать, да, но, наверное, это неправильно. Все равно хочется, да, раскрылся потенциал этой собаки, потому что они настолько классные компаньоны и собаки хозяина, то есть они настолько преданные. У нас вот стеша папина собака, как бы я тут ни крутила, ни кружила, то есть у нас все равно стеша папина собака, архип мамина собака. А в плане ухода содержания какие советы можно дать владельцам? Ну, допустим, кто-то приходит первый раз купить щенка испанской водяной. Если вы готовы вести активный образ жизни, вам к нам. Вы понимаете, значит, это одна большая рекомендация, сплошная, как говорится. Много гуляете, ведете активный образ жизни, не заморачивайтесь по поводу вот этих дред, что это сложно и муторно разбирать. И, как говорится, просто кайфуйте от уникальности этой собаки, потому что внешний вид испанской водяной покорит абсолютно любого человека. Я должна сказать, что интеллект этой собаки тоже покорит очень многих. Есть какие-то особенные породные заболевания? Да, есть, как и у всех. Это, скорее всего, пателла, катаракция, дисплазия. Дисплазия, да. Дисплазия, зоб. Ну, это все, опять же, определяется тестами генетическими, целый комплекс есть, поэтому... Но на самом деле это здоровое абсолютно животное, потому что какой образ жизни ведут они, честно, они лазят по деревьям. То есть не то, что лазят по деревьям, очень высоко прыгают, как малинуа. Да ладно? Да, да, да. Совершенно спокойно достают все игрушки оттуда, очень игривые. Вот ребята такие компанейские. Одним словом, подводя итог сегодняшнего выпуска, если вы решили все-таки завести эту уникальную породу испанского диная, вы должны понимать, что у вас... Ваш жизненный кредо – это энергия. Вы не можете спать на диване целыми днями. Собака для этого вам испанского диная не подойдет. Можно обратить внимание на других представителей породы. Если вы любите уникальность, живой ум, интеллект, несложный уход за шерстью, то испанская водяная, вот как сегодняшний архип, это прям ваша история. Потому что вот эти дреды, их же несложно же распутать. Опять же, повторюсь, высокий интеллект и желание учиться и легкая обучаемость делают эту собаку практически шикарным компаньоном. Универсальный. Для любого человека. И в семье очень хорошая собака. Учитывая, что они еще и пастухи, они бы 100% нянчат и пасти ваших детей. Однозначно. И вы будете спокойны. Однозначно. У меня лучшие подружки моей внучки, это как раз таки вот эти вот товарищи. Да, испанская водяная. Рина, вам спасибо огромное, что пришли, потратили время, познакомили нас с шикарной породой испанская водяная. Я думаю, что немногие мои зрители знают вообще такую породу. Да, она редкая. Но теперь вы будете знать, что есть испанские водяные, есть еще португальская водяная, они отличаются. Чем-то испанская водяная, наверное, по шерсти похожа на логота романьолу. Нет, не похожа. У логоты совершенно на другой шерсть. Скорее всего, она похожа на пуми. Кстати, пуми тоже есть пастушья порода собак. Но внешне они все плюс-минус похожи. Пуми, пули. Ну, да. Лабра-дудель. Да, лабра-дудель. Один с вами, друзья, смотрите, какое у меня появилось чудо. Это щеночек нашей испанской водяной. Слушайте, прям шоколадка. Да? Посмотри. Ай, какой ты милый. Слушайте, обалденный ребенок вообще. Друзья, я думаю, что вы влюбитесь в эту породу после сегодняшнего выпуска «Привет, Ахмед!» однозначно. Так что, друзья, узнавайте больше про испанскую водяную. Смотрите «Привет, Ахмед!». Если какие-то есть вопросы, пишите Марине Федоровой в соцсетях. Она всегда ответит. Если вы еще скажете, что от Ахмеда вам будет особое вообще для вас отношение. Так что, друзья, уникальная порода. Заведите, полюбите, растите, и вы никогда не останетесь без внимания окружающих. Так что, смотрите «Привет, Ахмед!», любите водяных, и будет вам счастье!